Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2. Подготовка к свадьбе – дело хлопотное и нервное, в чем убедилась участница Дома-2 Екатерина Горина. В дневном эфире признается девушка своему жениху, что ее накрыл предсвадебный мандраж, тем более, что посоветоваться по поводу решения тех или иных вопросов ей не с кем, кроме Артура Николычука. Артур свою невесту утешает, хотя он признается Сергею Пынзарю, что сам не очень понимает, почему плачет Катя и как ее утешить. Опытный Сергей Пынзарь советует Артуру объяснить невесте, что переживания в этот сложный период подготовки обязательно будут, но все на телестройке постараются помочь этой паре. Главное, что Катя не беременна, в чем поспешил уверить ведущего Артур. Если бы в семье Кати Гориной были нормальные отношения, девушке очень пригодились бы советы мамы и бабушки, но там подобного дожидаться не приходится. Или женщины-ведущие Дома-2 помогут Кате Гориной преодолевать свадебный мандраж. Ольга Бузова потерпела сокрушительное фиаско на сцене МХАТ и дело уже не только в том, что ее актерскую игру сочли бездарной. Пару дней назад руководство театра приняло решение о закрытии спектакля «Чудесный грузин», а главным аргументом подобного решения стали низкие кассовые сборы. Кроме того, новый руководитель театра отказался от сотрудничества с начинающей певицей. Он аргументировал это тем, что якобы популярная Бузова не оправдала их ожиданий. Впрочем, Оля, которая считает все сказанное выше клеветой, молчать не стала. По мнению Бузовой, на спектакль с ее участием был аншлаг, а «Чудесный грузин» в принципе самая обсуждаемая и кассовая постановка этой осени. Стоит отметить, что Бузова решила обойтись без громких разборок и возмущений по поводу клеветы, заполнившей СМИ. Обиженная экс-ведущая просто пожелала театру таких же аншлагов, какие были благодаря ее участию в спектакле. При этом нового руководителя театра «Звезда» обвинила в недальновидности. Полина Маленина хотела построить новые отношения, нашла подходящего парня, вернее заметила его на лобном в день его прихода и сразу начала подмигивать Руслану, но ничего не вышло. Полина пишет в своем блоге, что больше не хочет отношений, хотя за ней ухаживает аж четыре парня. Она решила быть одна, а тот, кто ей симпатичен, уехал домой. У него возникли проблемы за периметром. Намекает ли она на Руслана Перова, пообещавшего ее защищать от зла, пока не ясно. Парень Полины, наверное, думает, что пока он будет дома заниматься делами, Давид куда-нибудь исчезнет с проекта и все решится само собой. Но нет, Данг постоянно маячит тенью перед Малининой, а это мало кому понравится. В результате Малинину накрыла депрессия из-за присутствия Данга на Доме 2 и невозможности от него отделаться. А главное, что ведущие такие участливые. Если Давида нет поблизости, то они постоянно о нем напоминают и говорят Малининой. А какому молодому человеку понравится, если его сравнивают с предшественником, тем более с таким, как Данг? Наверное, по этой причине Малинина решила не вставать с кровати. Если закрыть глаза, то можно представить, что ты в другом месте, а не на проекте с молодыми и клевыми, а на самом деле с немолодыми и склочными. У Давида появилась идея найти себе новую девушку, поэтому он постоянно ходит по женской спальне, где лежит закатывая глаза Полина. Чем же закончится этот театр? Надолго ли хватит у Руслана Перова терпения? Скоро узнаем. Милена Безбородова объявила о разрыве с Сергеем Захарьяшем. Ребята встречались почти год, все шло хорошо. Милена часто хвасталась, что утопает в любви и наслаждается временем, которое проводит с Сергеем. Однако некоторое время назад все изменилось. Сначала Захарьяш обманул девушку, хотя обещал быть всегда честным. Но в итоге последней каплей стало финансовое положение бывшего участника. По словам Милены Безбородовой, она просто-напросто устала содержать своего мужчину сама. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта шлок. Не получается у Алексея Адеева найти общий язык с молодежью на телестройке. Его недаром зовут дедом и к мнению Леши не прислушиваются. Не потому ли записал Алексей в видеообращение к Анне Брянской, прося хотя бы начать с ним общаться в соцсетях или просто разговаривать. Только сыта по горло оказалась Анютой этими больными отношениями, а за воротами Дома-2 бездомный Адеев ей вовсе не нужен, о чем она и заявила в своем микроблоге. Алексей Адеев потерял последнюю надежду вернуть Анну Брянскую, заодно убедившись, что далеко не все женщины готовы терпеть претензии и шуточки мужчины, включая рукоприкладство. Теперь Леше остается ждать новую любительницу рискованных отношений с ним на телестройке или потихоньку готовиться к уходу с телепроекта Дом-2. Иосиф Аганесян давно не скрывает, что в его отношениях с Сашей Черно далеко не все так гладко, как хотелось бы им. Правда, если верить Иосифу, дело вовсе не в лишнем весе супруги. Хотя за последние месяцы она изрядно прибавила в весе и выглядит просто безобразно. Ранее Аганесян намекал, что он устал от токсичного поведения благоверной. Впрочем, и сама Саша не отрицает, что стала ужасно раздражительной, нервной и даже депрессивной. А ее брак трещит по швам. Пара даже подумывала о походе к семейному психологу. А вот накануне Аганесян все же сделал то, что давно хотел. Торис Иосиф сообщил о том, что это больше не могло продолжаться. Аганесян ушел из семьи. Однако, что стало последней каплей, молодой человек пока не говорит. Из его сообщения понятно, что он сильно жалеет о своей откровенности с женой. Беременная Алена Савкина несколько недель провела во Владивостоке в кругу семьи. По словам девушки, ей не хватало немного времени, чтобы завершить все дела с продажей квартиры. И теперь все, что она не успела сделать, придется доделывать через нотариуса. Сама молодая мамочка спешит вернуться обратно в Москву. Как оказалось, Алена в свете последних событий боится новых ограничений, связанных с коронавирусом. Уже сейчас Савкина страдает из-за закрывшихся торговых центров и кафе. Однако боится, что скоро по QR-коду будут пускать и на борт самолета. К слову, в Москве экс-участницу ждет неприятное дело. Ни для кого не секрет расставания Алены с супругом Ильей Семином. Вернувшись в столицу, девушка намерена подать на развод и вернуть себе девичью фамилию Савкина. Анна Левченко нередко делится с фолловерами снимками сына, а вот накануне молодая мамочка показала малыша во время купания в новом круге. По словам Левченко, они вот-вот улетят в отпуск в Турцию. Правда, Давид учится плавать уже сейчас. Впрочем, многих заинтересовала вовсе не предстоящая поездка экс-участницы Дома-2. В сети активно обсуждают, на кого похож маленький Блюменкранц. Ведь, по мнению большинства от Валерия Блюменкранца, в мальчике нет абсолютно ничего. Да и на Аню он похож немного больше. При этом хейтеры не исключают, что Левченко могла родить от кого угодно. Правда, тому, что отец и сын такие разные, уже нашлось более или менее логичное объяснение. Ни для кого не секрет, что дети могут расти копии одного из родителей. И Давид, вероятно, больше похож на мать. Вот только сама Аня настолько перекроила лицо, что теперь этого уже и не поймешь. Праздную для себя значимую дату Кристина Лисковец и Глеб Малмыгин. Они 5 месяцев вместе. Единственное, что огорчает ребят в этот радостный день, это болезнь собачки. Но ветеринар заверила в сторис Кристины, что с песиком все будет хорошо. После ухода с телепроекта Кристина Лисковец и Глеб Малмыгин сделали ремонт в квартире, в которой живут вместе все это время. О том, что проект они покинули, Кристина не жалеет, хоть и обижена на руководство телестройки, что их кинули с поездкой на Сейшелы, заменив парой Глеба Жемчугова и Настера Инашвили. В своем микроблоге Кристина Лисковец похвасталась шапочкой-сумочкой, которую ей подарил Глеб на 5 месяцев совместной жизни. А вот смогли ли они сохранить свои отношения, если бы остались на телестройке, вопрос интересный. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.